Всем привет! Я Наталья Гатынян, предлагаю вашему вниманию свой торговый видеодневник номер 10, юбилейный, за прошедшую торговую неделю с 4 по 8 мая по моей торговой стратегии «Свободный Форекс». Всего у меня было сделано 11 сделок, 8 положительных, 2 я закрыла практически без убыток и 1 сделка закрылась по 100+. Все сделки я вам буду показывать чисто схематически, вы на них сможете видеть вход, тейп профит. Про постановку 100+, как я его выставляю, более подробно я буду рассказывать в следующих видеодневниках. Итак, обратите внимание, фунт франк – хорошая сделка, она отработала не так быстро, как мне бы хотелось, но особой просадки не дала и показала хороший результат. Евроканадец – отличная положительная сделка, обратите внимание, тейп профит сработал практически пункт в пункт и пара развернулась. Новозеландец франк – хорошо, одной свечой пара отработала, не заставила меня нервничать. Фунт новозеландец – тоже самая отличная сделка, но было немного обидно, я по тейп профиту закрыла всего 400 пунктов, а пара ушла в мою сторону на 4000 пунктов. Поэтому я и написала, можно было использовать трейлинг стоп. И в дальнейшем на обучении я буду рекомендовать вам либо использовать его, либо закрывать часть сделки, переносить стоп без убыток и часть сделки оставлять в работе. То есть можно использовать ход пары к следующим уровням. Фунт австралиец, посмотрите, тоже хорошая аккуратная сделка. Новозеландец – доллар, тоже самое. Неплохая сделка, по ней я взяла всего 270 пунктов. И я вам обещала все сделки расписывать также по уровням, как можно было бы войти. Но, к сожалению, из-за нехватки времени расписала только Новозеландец – доллар. Вот, обратите внимание, я получила сигнал на продажу БСС-стратегии. И вот, как бы я входила по уровню. Небольшой стоп, 150 пунктов. И тейк мы бы взяли в три раза больше, чем если бы входили чисто по стратегии свободных ворокс. Тейк у нас составил 750 пунктов. То есть отлично. И посмотрите, пожалуйста, насколько быстро отработала пара. А вот тот стоп-лосс, о котором я поговорила вам. По паре евро-иена. Моя сделка закрылась по стоп-лоссу. Это был расчетный стоп-лосс. Сейчас я повторюсь, в следующих видеодневниках я вам расскажу, что это такое. Но, вы знаете, проанализировав сделку, я могу сказать, что сигнал был очень хороший. Я ждала хороший профит. Но ничего, бывает и такое. Ну что ж, как торговать без стоп-лоссов? С учетом всего вышесказанного доходность за неделю с 4 по 8 мая составила плюс 14%, что я считаю очень хорошим результатом. Причем, хочу обратить ваше внимание, объем сделок на прошлой неделе я уменьшила в 2 раза. Для чего я это сделала? Я все-таки стараюсь ориентироваться на инвесторов. А для них предпочтительнее стабильная, а не заоблачная доходность. И, конечно, снижение рисков. Именно поэтому я уменьшила объем сделок, а доходность, тем не менее, осталась хорошей. Если говорить более детально, я торговала объемом сделок равным 0,05 лота на каждую тысячу моего депозита. Тогда, как раньше, если помните, этот объем был равен 0,1 лота на каждую тысячу долларов депозита. То есть, смотрите, мы также можем играть с объемом в моей стратегии и, тем не менее, показывать хорошую доходность. Я расскажу про тестирование стратегии. Как я это делаю и зачем это нужно? Я знаю три варианта тестирования стратегии. Первый вариант – это тестер стратегии. Это платная программа, насколько я знаю, удобная, но это я знаю по отзывам, сама я не пользовалась этой программой. Она подходит для таких стратегий, как, например, волновой анализ. Мне она не совсем подходит. Второй вариант – можно тестировать стратегии в реальном времени. Просто берете, открываете демо-счет и в своей торговле проверяете работу стратегии. Самый непрактичный вариант – не рекомендую, потому что занимает очень много времени. То есть, чтобы вам протестировать работу стратегии за неделю, вам надо проторговать неделю. Как я тестирую свою стратегию? Я ее тестирую по истории. На выходных, когда рынок не работает, а терминал, к счастью, работает, я сажусь и проверяю каждую валютную пару. Период, который я беру, это минимум два года. То есть, открываю 1 января, ну, например, 2014 года, наношу все необходимые мне уровни. Так как я работаю на периоде H4, понятно, что этот период неделя. То есть, необходимые уровни я наношу на неделю. И смотрю, как отрабатывает каждая неделя на моих уровнях и на определенных условиях. На сигналах, когда я вхожу в сделку. И поверьте, если за два года я вижу, что стратегия отрабатывала при таких условиях каждую неделю, то есть брала так профит, то очень маленькая вероятность, что, например, на этой неделе она даст сбой. Я хочу сказать, ну, мне это очень помогает. Даже, ну, когда я попадаю в просадку, а я уже вам говорила, что стоп по моей стратегии достаточно большой, и просадки бывают часто. Я смотрю на проделанную работу, то есть на то, что показывают мои тесты. И если я вижу, что сигнал идеальный, за два года при таких условиях пара всегда была, брала этот, ну, определенный уровень, нужный мне, я успокаиваюсь, я понимаю, что этот уровень будет взят. Ну, конечно, если форс-мажор, ну, тогда будет стоп, что делать. Но, слава Богу, такие ситуации бывают редки. Если вам, ну, не очень понятно, что я сейчас рассказала, пожалуйста, спрашивайте, добавляйтесь ко мне в скайп, задавайте вопросы. И еще один такой момент, на который я хочу обратить внимание. Мне задают очень, ну, много вопросов по моим дневникам, по самой стратегии. Я хочу обратить ваше внимание. Изначально я начинала делать эти видео-дневники больше ориентированные на инвесторов, а не на трейдеров. Поэтому там нет обучения по стратегии. Я очень рада, что, ну, многие, ну, понимают саму суть стратегии. Ну, пожалуйста, ну, не пытайтесь торговать, начинайте торговать, особенно на реале, всего лишь посмотрев мои видео-дневники. В крайнем случае, если вы уже там чувствуете себя готовы к торговле, пожалуйста, повторяю, добавляйтесь ко мне в скайп. Ну, я отвечу на вопросы. Ну, не на все, касательно обучения, потому что, ну, это, ну, просто сложно. Обучение, я скажу, когда я начну обучение. Ну, на определенные вопросы, на 1-2, я с удовольствием вам отвечу. И просто, ну, чтобы вы изначально не делали ошибок, потому что потом мне вас будет переучивать, очень тяжело. Поэтому надо начинать торговать правильно сразу. В следующем видео-дневнике я расскажу вам, какие есть три варианта торговли по стратегии. Агрессивный, сбалансированный, консервативный. В чем их отличие? Преимущества каждого варианта. Как выбрать свой вариант, чтобы торговать не просто комфортно, но еще и зарабатывать с удовольствием. Также у меня в планах со следующего видео-дневника показывать вам три варианта сделок. Субъективный вариант. Это я буду показывать все мои сделки, которые я делаю на реальном счете. В принципе, как я вам показываю вот сейчас. Я вам также хочу показать объективный вариант сделок по стратегии. То есть, все сделки, которые можно было сделать, исключая субъективный фактор. Я не всегда могу находиться возле компьютера. Я могу уехать, я могу заболеть. Ну, разные могут быть причины. У меня, как и у каждого из вас. Но я вам хочу показать, на что способна стратегия полностью, чтобы вы видели ее потенциал. Вот, собственно говоря, для этого я буду вам показывать абсолютно все сделки, которые можно было бы сделать по стратегии. А их на самом деле, ну, не так уж и много. И третий вариант сделок, который я вам хочу показывать, это уровни. Для тех, кто торгует по уровням, кто торгует только с маленьким стопом, я вам хочу показать, что можно по моей стратегии торговать и так, и получать, ну, просто отличный доход. Я постараюсь на все это найти время, и вы убедитесь в потенциале и возможности их стратегии. Также для тех, кто спрашивал меня про обучение, наконец-то я могу сказать, что обучение по торговой стратегии «Свободный Форекс» будет. Будет дистанционное обучение. Всю информацию вы сможете найти на сайте клуба «Картель». Пожалуйста, становитесь членами клуба «Картель», так как для них будет специальная цена на обучение по моей стратегии. И еще хочу вам озвучить такой момент. Обучение будет длиться какой-то период времени. Ну, на сайте вы все более подробно сможете об этом прочитать. Но ведение учеников, я обещаю, будет бессрочным. То есть всех учеников после обучения я буду подключать в чат, где мы все выкладываем сделки свои и анализируем их. А сделки по стратегии, по крайней мере на начальном этапе, все одинаковые. И это очень большое преимущество, так как всем будет понятно и сразу видно, в чем была допущена ошибка. В дальнейшем, конечно, вы, возможно, будете усовершенствовать стратегию. Возможно, вы будете торговать исключительно по уровням. Возможно, вы будете объединять свою личную стратегию с моей. Но на начальном этапе, я думаю, это будет здорово. Все вместе работать и делать одинаковые сделки. Ну и, конечно, я приглашаю вас добавлять из камни в скайп, задавайте мне вопросы. Я желаю вам только прибыльных сделок и всего хорошего.